В ведении Брестского котельного хозяйства сегодня 27 котельных. Следуя государственному плану по снижению потребления импортного газа, уже четыре были переведены на местные виды топлива. А на Дубровке, близи старой газовой котельной, всего за восемь месяцев построили пятую современную топливом, для которой служат продукты дерева переработки. Одним выстрелом, как говорится, убили нескольких зайцев и в цене сэкономили, мощности нарастили и местного производителя поддержали. Средства на строительство, а это порядка пяти миллионов рублей, были выделены в рамках республиканской программы энергосбережения Международным банком реконструкции и развития. В связи со строительством нового микрорайона по улице лейтенанта Рябцева появились новые нагрузки. Для обеспечения тепловых нагрузок на нужды теплоснабжения и горячего водоснабжения была построена данная котельная. Мощность этой котельной 12 мегаватт, здесь три котла по 4 мегаватта совместного белорусско-французского производства СОО «Камконт». Это дает экономию бюджетных средств на покупку газа, который импортируется нам и позволяет в экономике страны задействовать эти средства. То есть, это заготовка местных видов топлива, транспортировка. Все эти средства идут у нас внутри страны. Топливо для котельной, что называется, под рукой. Наши местные лесхозы поставляют древесину, которая измельчается в щепу и подается в расходные бункеры топливоподачи. Компьютерное управление всеми производственными процессами котельной происходит в автоматическом режиме. Система адаптируется под температуру наружного воздуха и сама регулирует нагрузку, автоматически повышая или понижая мощность. Кроме того, котлы отвечают повышенным экологическим требованиям. Помимо технических устройств, удерживающих твердые частицы, имеются специальные рукавные фильтры. Все процессы способен отслеживать один оператор котельной. В данный момент мы видим один котел в работе, два мигающие. Это котлы остановленные, либо же они аварийно находятся. Также подача обратка общего теплоносителя, который уходит потребителю. Потребители это у нас инженерная, Граевка вся и новый застраивающийся район лейтенанта Рябцева. На данный момент на объекте проводятся пусконаладочные работы, а персонал осваивает новое оборудование. Ввод котельной в эксплуатацию запланирован на текущий месяц, а значит жители Дубровки без тепла и горячей воды не останутся.